Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Просветок. С вами сегодня Ломонос Петр. Мы поговорим о картофеле, о нашем втором хлебе, что необходимо сделать в ауче с этой культурой. Ну, картофель, как вы знаете, культура в Беларуси очень любимая, но в этом году есть некоторые нюансы по картофелю. В чем заключаются эти нюансы? В этом году картофель, даже ранние сорта, как бы не прекращают вегетацию. У них закладываются столоны, и если вы копали ранний картофель, вы заметили, что много мелкого картофеля. Крупных клубней из-за жаркой погоды завязалось очень мало, где-то по 3-4 клубня под одним кустом. Это характерно для большинства сортов. Но зато растения образовали новые побеги и дают новый урожай. Поэтому самое главное сейчас по картофелю, что для того, чтобы ваш картофель как можно дольше вегетировал, то есть сохранял зеленые листья. Поэтому сделаем обработку вместе с содержащими препаратами. Это может подойти ордан, это может подойти оксихом, абига, ну и другие препараты, которые расстраиваем по инструкции и обрабатываем наши посадки картофелем. То есть сохраняем ботву от того, чтобы ее не повредила фитофтора. Не повредит фитофтора, мы соберем очень весомый урожай картофеля в этом году. Благодаря осадкам, которые сейчас проходят, которые благоприятны для клубнеобразования, ну и для роста клубней, которые будут под нашим кустом. Ну, если вы уже заметили, признаки увядания ботвы, значит, ну что ж, придется ваш картофель уже подготавливать к уборке. Как подготавливается картофель к уборке, это делается очень просто. За 7-12 дней до уборки скашивается ботва. За счет того, что програются роды, под солнечными лучами погибают возбудители болезней, которые поселяются на клубнях. Наш картофель, значит, будет более защищенный от болезней. Это раз. Во-вторых, у картофеля опробковеет кора. Вот это наружная кожура опробковеет. И ваш картофель будет гораздо лучше храниться зимой. Так что учитывайте этот факт. Ну, если ваш картофель зеленый, стоит, все, а вам приходится, ну, выкопать надо. Надо срочно выкопать. Значит, картофель надо повозить к тому, чтобы он перестал расти, и все питание с листьев ушло к клубням. Можно ли этого достижать? Достигается это очень просто. Для этих целей вам подойдет где-то 300-400 грамм на 10 литров воды медного купороса или такое же количество любого удобрения. Не важно, это сложное удобрение, это калий или азот. Потому что сама такая концентрация очень крупная, большая. Она просто-напросто как бы обжигает растения, и они срочно начинают все питание, листья начинают засыхать, и все питание срочно уходит в клубни. И картофель просто наливается, то есть идет рост клубни прямо не по дням, как в той сказке написано, а по часам. То есть урожай гораздо быстрее. Но я надеюсь, что уже поздние сорта картофеля вас тоже зацвили. В одном из роликов мы показывали, что очень полезно для увеличения урожая обрывать цветки. Поэтому поздних сортов картофеля можно оборвать цветки. Это же операцию сделать не поздно. И далее, что еще будет очень полезно для поздних сортов и средних, значит, что сделать вне корневую подкормку. Опять же, мы в наших роликах показывали. Для этого подойдет ложка растворимого удобрения, любого сложного, не важно, это в самой филатной форме или обычной форме, которую мы опрыскавцем или веником. Если посадки очень густые, значит, пройдемся по нашему картофелю. Это также сделает более весомым урожай клубней. Так что, видите, все эти способы необходимо предпринять в августе. Но самое главное, запоминайте, что необходимо в августе, это то, чтобы как можно дольше сохранить ботву. Потому что погода так сделала, что у нас урожай, сейчас растет как бы второй урожай на тех же самых кустах. Поэтому копать картофель пока большого смысла нет. Зачастаем цветовторы и, соответственно, получаем более весомый урожай. Вот такие работы необходимо сделать в августе. Но не забывайте, что если есть сорняки, то их также надо удалять. Ну, удалить сорняк, может быть, будет трудновато. Почему трудновато? Потому что картофель разросся, можно клубни повредить. Поэтому я советую очень простой способ. Взять нож, взять ведро. И вообще в сорняках просто срезать верхушки, там, где будут завязываться семена. Сорняк пусть сидит уже, но голова отрезана, он не даст семян, то есть не будет засорать наши посадки. И не будет как бы больше питания, будет поступать к нашему картофелю, и более весомые будут клубни. Так что вот эти простые способы сделайте на своем картофеле. Ну и готовьтесь к уборке, подготавливайте уже хранилище, потому что лето уже пройдет очень быстро, осень всегда полна забот. Поэтому, как говорится в той поговорке, готов сани летом, а целегу зимой. Так что желаю вам тоже все работы сделать вовремя, и получить богатый урожай в вашей любимой культуре, которая называется картофель. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова